Десятки жителей Горьковского района собрались на торжественный траурный митинг, почтить память своего земляка Фёдора Гущанского. Он пал смертью храбрых в далёком 1943 году в боях близ деревни Гайталова Ленинградской области. Это очень важное событие не только горьковчан, всего Горьковского района, всей Омской области, потому что солдат после 70 лет возвращается на родную землю. И мы очень благодарны поисковикам, Юрию Юрьевичу, лично его ребятам, за их большую проделанную работу, что они нашли нашего земляка и вернули сюда, на родину. Останки солдата были найдены на месте сражения 10 ноября этого года по медальону через архивные данные установили личность. Усилиями родных при поддержке районной администрации уже спустя 20 дней останки были доставлены на родину бойца. Всего более 10 тысяч горьковчан ушли на войну. Не вернулось свыше 3 тысяч человек. Из них почти половина пропали без вести. Благодаря действиям поисковых отрядов возвращаются из небытия их имена. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах. Мы уже четвертого нашего земляка возвращаем на свою малую родину. Поэтому я хочу сказать всем от правительства огромное спасибо за эту работу и поклониться здесь у святого места нашему земляку, Гучанскому Федору Федоровичу и его родственникам. 70 лет семья не знала ничего о судьбе солдата. И до последнего дня детям погибшего бойца не верилось, что их отец найден. Со слезами на глазах Алексей, сын Федора Гущанского, благодарил Юрия Гончара и Михаила Семенова, членов поискового отряда «Фронт» из Ленинградской области. Как это все дается, как работают ребята в таком страшном труде. И мы благодарны этим ребятам. Дай Бог им здоровья и их семьям. В скорбной минуте молчания замерли ныне живущие потомки тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо, защитил в тяжелый час свободу и независимость нашей страны. Отдал свою жизнь и наш земляк Федор Гущанский. Спустя семь десятилетий солдат вернулся с войны на родную землю. В последний путь проводили солдата, родные и односельчане. Простились с воином, павшим в кровопролитных боях Великой Отечественной войны. Под залпы оружейного салюта прах Федора Гущанского похоронили рядом с могилой жены. Она ушла из жизни 30 лет назад. Получив похоронку на мужа в 43-м, сама сумела поднять на ноги пятерых детей. Сейчас у Федора Гущанского подрастают 14 внуков, 20 правнуков и 14 проправнуков. Члены поискового отряда передали семье бойца медальон солдата с вкладышем, на котором удивительным образом сохранилась информация, не исчезнувшая за те долгие 70 лет, пока лежала в земле. Удача с нами произошла, и мы смогли не только найти медальон, но и прочитать его содержимое, так как со временем обычно чернила исчезают и сложно прочитать. В данном случае медальон был полностью прочитан, и нам удалось в архивах найти данного человека. Поисковики, молодые люди, наши современники, свое дело называют патриотизмом не на словах, а на деле. Прикасаясь к останкам воинов, к найденным предметам, своими руками ощущаешь кровь и боль Великой Отечественной войны, говорят они. И никакими словами нельзя передать волнение и счастье родных опознанного бойца. По словам Анны Гущанской, с этого дня праздник победы для ее семьи будет наполнен особой радостью. Всегда с болью и с плаком я встречала этот праздник, потому что не знали, где и что, где хранятся его останки, и кто к нему придет, когда. А теперь мы знаем, куда прийти и поклониться его праху. Очень рады. Спасибо всем ребятам, что это сделали. Спасибо правительству, спасибо всем военным за то, что сделали вот такое. Мы очень благодарны. Каждый год 9 мая Анна Федоровна приносила цветы на мемориал славы. Теперь, говорит она, мы все сможем приходить на могилу отца. Еще один солдат Великой Отечественной войны вернулся на свою малую родину. Из тысяч незавершенных дописана еще одна страница героической истории нашей страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...